Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить низкоуглеводный торт зебра. Вкуснейшая шоколадная основа, чередующиеся ванильный и шоколадные слои. Готовится он очень просто. Для основы нам понадобится 60 грамм любых орехов. У меня это арахис и кешью, но можно взять и другие. Выкладываем их в блендер. 60 грамм семечек, у меня это кунжут и тыквенные семечки, но можно также выбрать другие. Можно взять только орехи или только семечки, которые вы любите, или ореховую муку. Главное, по весу суммарно должно получиться 120 грамм. Сюда же добавляем 14 грамм какао. И буквально 1 грамм соли. Тщательно измельчаем все ингредиенты с помощью блендера до получения мелкой крошки. Не стоит измельчать слишком долго, чтобы смесь не начала выделять масло. Если осталось немного крупных кусочков, это допустимо. Добавляем 45 грамм арахисовой пасты. Ее можно заменить любой другой ореховой пастой, в том числе кокосовой, а также натуральным сиропом без сахара. Эта масса получается не сладкая и слегка соленая, и это очень вкусно в сочетании с орехами и какао. В моем плейлисте PP чизкейки вы можете найти другие варианты песочного слоя. Например, из печенья, овсянки, орехов и сухофруктов. Вы можете использовать любой из них на свой вкус. Должна получиться плотная масса, которая легко утрамбовывается, но при этом не липнет. Для сборки нам понадобится кольцо диаметром 16 см, но можно и немного больше. Кольцо стоит на плотной негнущейся подложке. Внутри проложена ацетатная лента. Выкладываем шоколадно-ореховую массу. Ложкой распределяем ее по дну ровным слоем. Очень удобно воспользоваться стаканом с плоским дном для выравнивания нижнего слоя. Если вы хотите сделать чизкейк в бортике, возьмите в два раза больше ингредиентов для основы. Основа готова, оставляем ее в холодильнике. А пока приступим к приготовлению основного слоя. Нам понадобится 84 грамма холодной воды, 14 грамм желатина. Оставляем желатин набухать по инструкции. Также нужно заранее достать из холодильника остальные ингредиенты, чтобы они достигли комнатной температуры. 600 грамм рикотты. Рикотта бывает разная. Перемешайте ее лопаткой. Если остаются комочки, то нам обязательно понадобится блендер. 320 грамм мягкого творога. Эти продукты перед приготовлением обязательно должны достичь комнатной температуры. Когда желатин набух, нагреваем его до растворения любым удобным способом, но не доводя до кипения. Теплый растворенный желатин переливаем к остальным ингредиентам. Добавляем подсластитель и тщательно перемешиваем все ингредиенты блендером. Лопаткой собираем все непромешанные части со стенок и дна чаши. И еще раз перемешиваем блендером до получения полностью однородной гладкой массы. Половину массы перекладываем в другую чашу. Добавляем одну чайную ложку натурального экстракта ванили и перемешиваем. Во вторую половину добавляем 20 грамм какао. И перемешиваем с помощью блендера до однородности. Получается гладкая шоколадная масса. Достаем заранее подготовленную основу, выкладываем на нее 2 столовые ложки ванильной массы, в середину кладем 2 ложки шоколадной, снова 2 ложки ванильной и 2 ложки шоколадной. И так чередуем слои до конца. У меня дома прохладно, муссы уже немного загустевают, так как желатин начинает стабилизироваться. Но это не проблема, надо просто потрясти форму вместе с подложкой, чтобы поверхность выровнялась. И можно продолжать выкладывание слоев. Когда все слои выровнены, можно создать узор на поверхности торта с помощью деревянной шпажки. Проводим 8 линий от центра к краям, каждый раз очищая шпажку салфеткой. И между ними еще 8 линий от края к центру. У меня узор получается не совсем симметричный и немного хаотичный, так как не все линии проявились наверху, но в этом есть своя прелесть. Возможно, у вас получится красивее. Отмечайте меня на фото своих тортов в инстаграм, и я буду рада выложить их в сториз. Торт готов. Отправляем его в холодильник как минимум на 5 часов до полной стабилизации. Когда торт настоялся, снимаем кольцо, ацетатную ленту, и он полностью готов. Давайте его разрежем. Вот такой красивый разрез получился. Очень просто и гармонично. Узор – вылитая зебра. И по вкусу этот торт потрясающий. При всей своей простоте он покорил всех, кто его пробовал. Вкусная орехово-шоколадная основа и два вида нежного мусса – ваниль и шоколад. Что может быть лучше? Сладость дополнена легкой солоноватостью основы, что вместе звучит просто потрясающе. Очень советую вам попробовать этот простейший тортик. Спасибо за лайк! Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!